Это все было сделано до объявления санкций. Это в качестве не кассандровского такого мышления, но так уж совпало. Случайно, будем думать. Значит, доклад очень посвящен. На мой взгляд, информационные технологии, это цифровые, сетевые технологии, они еще ходят в коротких штанишках, они очень еще молодые. И даже, может быть, еще и не наступило время, когда решения, которые будут здесь разрабатываться, будут основаны на этой своей базе. Сейчас они в основном, как я понял, цепляются как бантик уже существующим системам, например, СОТП, или как-то заимствуют технологии бумажно-машинного обработки. То есть модернизация, повышение эффективности, сопровождение бумажного документирования процессов. Ну, конечно, когда-нибудь они выйдут на свою основу, это будет красиво очень. Ну, вот сейчас мы в таком межъящечном пространстве с вами существуем. С другой стороны, это интересно. Это время нового. Я хотел с вами поделиться, немножко раньше, чем вы стартанули со своей безопасностью, в силу необходимости, вот, стартанула программа атомная у нас в стране. Не так это давно было, ну, до моего рождения, но все не так давно. После взрывов в Хиросиме и Нагасаке через два дня вышло постановление, которое подписал Сталин о создании спецкомитета и первого главного управления по разработке вот атомного оружия. И, кстати, постановление было написано, по-моему, и мирного использования натной энергии. Мне надо уточнить, у меня копии есть, это постановление рассекречено. Через два дня. Вот, согласно этому постановлению, распоряжением спецкомитета обязаны были подчиняться все предприятия и ведомства, и отдельные лица в Советском Союзе обязательно подчиняться. Это постановления были обязательны для исполнения, ну, с наступлением ответственности за неисполнение, которое было в то время. И вот неожиданно, вот, ну, может, я драматизирую, но, вообще говоря, ситуация-то не очень сейчас веселая. И я очень сомневаюсь, что вот эти вот усилия задавить Россию, вот, остановится все вот на санкциях к нашим артистам или кому-то еще. Оно ведь может затронуть и то же соты по и те же. И вряд ли это скоро закончится. Поэтому надо думать, что вот эта вот и конференция своевременная оказалась, и дальнейшая организация работы в этой области, она очень актуальна. Так вот, я бы хотел поделиться с вами опытом, как у нас вот в атомной отрасли организовано обеспечение и подтверждение ядерной и радиационной безопасности. Вот так же, как и вы сейчас будете подтверждать вот информационную безопасность. Ну, мы просто раньше немножко начали, чем вы, ну, можете не принимать этот опыт, ну, кто хочет, может, просто его использовать. Вот первое, что я хочу заметить, вот на слайде это есть. Если смотреть, как определяется опасность и безопасность, то там и там звучат слова, что это опасность, это воздействие при нарушении технологического процесса, а безопасность тоже это свойство технологических процессов обеспечивать защиту. Но что отсюда следует? Как опасность, так и безопасность. Они, вообще говоря, не являются внутренними, имманентно присущими той же АСУТП характеристиками, ее свойствами. Они могут быть определены только извне АСУТП. А что же отсюда следует? А кто же тогда должен, например, задавать класс или вот этой самой информационной безопасности системы? Разве пользователь или владелец АСУТП или объекта управления может это сделать, если это свойство опасности информационной принадлежит не его объекту, а окружению? Вот у нас в нашей подотрасли, вот народного хозяйства, этот механизм отработан. У нас класс безопасности, ядерно-радиционный, не определяет пользователь, как вот, ну, бумага в стек, по-моему, это вот по информационной безопасности. Он не отвечает за это. У нас это делает проектант генеральный, который имеет соответствующие лицензии от государственных регуляторов. Кроме того, у нас есть организация, которая называется научный руководитель проектов. Вот, по-моему, в информационной безопасности нет такой организации, научный руководитель проектов по информационной безопасности. Если бы соблюдались советские ГОСТы, то он должен был бы быть зам главного конструктора системы в защищенном исполнении ГОСТ. Зам главного конструктора – это человек, ответственный за обеспечение безопасности в системе. Ну, вот тогда, спасибо. Я вам просто сказал, с чего началось в нашей отрасли. Через два дня это постановление Саннаркома и пошло-поехало. Ресурсы любые. Вот, районы отключались от электроэнергии, чтобы пустить электроэнергию на заводы по газодиффузионной, вот, разделению урана. Ну, сейчас, может быть, не такая напряженка, но вообще-то, говорят, уже ведь немерное время. То есть нужно и здесь как-то проводить какую-то хотя бы организационную перестройку. Вот у нас так система работает, где научный руководитель является независимым аудитором, грубо говоря, того, что сделал вот генеральный проектировщик в области, вот, в том числе информационной безопасности. То есть до того, как мы услышали слова верификация, валидация, там, ну, все-таки в России до этого и детей рожали, там, и так далее, как-то без этих слов. Да, вот, вот, у нас есть аналоги этих терминов, причем они даже перекрывают то, что вкладывает Запад в понятие, скажем, там, валидация. И по составу, и по содержанию работы. По-другому только называется. Значит, на чем... Так, минуту, извините. На чем у нас строится обоснование и обеспечение безопасности ядерно-радиационной? Ну, у вас информационной. У нас есть такое понятие принцип глубоко эшелонированной защиты, где нормативно определены последовательные барьеры по распространению радиоактивности. А также меры и технические решения, которые вот эти барьеры поддерживают в нормальном состоянии. То есть одним фариволом здесь мы не обходимся. Вот это принцип, на котором стоит вся атомная энергетика. Немножко вот здание атомной энергетики закачалось после фокусимы, когда пришли два события запроектных волна, это вот цунами и землетрясение. Но устояло и до сих пор стоит. А что у вас? Как у вас обеспечена вот эта эшелонированная защита? У нас есть понятие нормальная эксплуатация. Я потом буду их использовать, потому быстро вот просто пройдусь. Ну, это в проекте определенные условия, пределы этой эксплуатации, она нормальная. Есть понятие авария, при котором происходит выход за определенные проекты, пределы условий. Аварии делятся на проектные аварии. Это такие аварии, для которых в проекте предусмотрены системы безопасности, которые вот должны их предотвращать, скажем. Причем, вот эти системы безопасности, они для проектных аварий, они должны предотвращать аварию даже с учетом единичного отказа любого из элементов этой системы. Что это для вас? Вот вы купили тот же фаервол, поставили или что-то. Вот надо доказать, что вот, а это именно авария, вот случай, когда вот идет атака, как я понимаю. Надо доказать, что при отказе этого фаервола, вот у вас вот эта, так сказать, атака завершится ничем. Вот такие у нас требования для обеспечения ядерной инновационной безопасности. А дальше вообще веселая песня идет. Это за проектные аварии. По определению, это такие аварии, которые инициируются неучтенными в проекте исходными событиями, то есть вот, ну, инициирующими событиями, или дополнительными отказами систем безопасности, или систем безопасности вот информационной. Вот они тоже в проекте рассматриваются. Только в этом случае специальных систем безопасности, а в вашем случае информационных систем безопасности, не создается. Это особый очень случай, но, к сожалению, вы туда и вляпались. Я поясню потом, почему. Особостью состоит в том, что вы должны показать работу при множественных отказах. Вот ваша система информационной безопасности должна работать с учетом множественных своих отказов. По питанию, там, так сказать, кто-то воды налил, кто-то вообще все провода оборвал. Она должна работать. Я потом поясню, как. Значит, ну, вот эти принципы, вот эти глубокая эшелонированная защита, они у нас делятся. Вот ГЭС, глубокая эшелонированная защита, первый. Это вот создание изделия, нормальная эксплуатация. Заметьте, прокомментирую, что вот на первом уровне ГЭСа специально обосновывается то, что стадии жизненного цикла создания изделия, или в данном случае вашей системы информационной безопасности, должны быть все равнонадежны. То есть это стадия разработки документации, стадия испытаний, монтажа, пуска, наладки, опытно-промышленной эксплуатации. Вот каждый, кто занимается вот на людей на этой стадии, они должны обеспечивать, не давать слабого, ну, как в цепочке. Если вы как бы не усиляли какое-то дальше звено и не накручивали какие-то свои серверы дополнительные, но если у вас есть слабое звено, цепочка прорвется в этом звене. Вот это последовательные этапы жизненного цикла, говорят, что лучше иметь равную надежность. Вот вы, например, разработали свое решение, там красивые диоды однонаправленные и так далее. А потом кто-то хряп туда и врезался в оптическую линию на нижнем уровне после датчика. Или наоборот где-то. Как бы вы хоть там 10 диодов поставили, но он там, скажем, нарушает целостность, доступность с помощью этого решения. Вот это вот специально у нас обосновывается. Вот это равная надежность, ну, так сказать, вот создания техники. Дальше идет уровень ГЭС-2. Это предотвращение проектных аварий с системами нормальной эксплуатации. Система нормальной эксплуатации, ну, это почти не то, что бытовые, конечно, системы, ну, серьезная тоже вещь, но к ним каких-то особых, особых, особых требований не предъявляется, вот к этим системам нормальной эксплуатации. Вот, а потом идет ГЭС-3. Это предотвращение уже за проектных аварий, на которые мы намекнули, вот с системами уже безопасности. Вот куда ваша система? Если мы идем, как мы ходим, в атомной энергетике, тогда вам нужно отдельно разрабатывать, отдельно решение по информационной безопасности на уровне нормальной эксплуатации и отдельное решение по информационной безопасности на уровне проектной аварии. Они очень отличаются сильно. Вот на уровне проектной аварии, я вам говорил, система должна сработать при единичном отказе. У нас это приводит к тому, что дублируются вот эти вот все механизмы управления, все механизмы исполнительной части, вот на этом уровне. Причем система срабатывает автоматически, без участия, не автоматизирован, автоматически, без какого-то человеческого воздействия. А вот дальше, куда я говорил, чтобы вы все вляпались, и начинается уровень четвертой ГЭЗа. Это запроектная авария. Никто из вас не знает, какое исходное событие. Он не знает злого умысла, против вас играет злой шахматист. А может даже и когда вы уже пойдете на пенсию, а он еще будет играть. Установка-то живет, как правило, дольше, чем живет человек, ее проектант. Вы можете на 30 лет вперед прогнозировать, какое зло пройдет к нему в голову? Вот это именно тот случай. И вот вы для такого случая и разрабатываете свои решения технические, герогенетационные. Ну а дальше последний, это пятый уровень ГЭЗа, противоаварийное планирование. Это когда уже, значит, вот сливая воду, значит, нужно, чтобы эвакуировать население. Ну, я ориентируюсь на свой термин, на атомную энергетику. Я сразу не найду аналогов ваших. Иногда вот срываюсь просто. Прошу извинить меня. Ну, вот как у нас устроено, это опять же все принцип глубокой эшелонерной защиты. У нас есть органы государственного управления, типа вот министерства и так далее. Есть органы регулирования, вот Ростехнадзор, СТЭК и так далее, которые, кстати, в соответствии с законом несут определенную ответственность за соблюдение поддержания, обоснования и обеспечения безопасности. Не разработчик и не потребитель, владелец этой техники, а органы, которые осуществляют регулирование или, как было сказано, контроль. Это одна из функций регулирования и надзора. Надзор более широкое понятие, чем контроль у нас. Ну и дальше, собственно, организации, которые осуществляют деятельность у нас в области энергетики, а мы и, ну, я работаю в такой вот, и вы тоже подпадаете под те организации, которые оказывают, выполняют работы и оказывают услуги для организаций, осуществляющих деятельность в области ядной энергетики. Вот какая наша ответственность? Наша ответственность заключается только в том, чтобы в течение жизненного цикла, разработанного, созданного, выпущенного, там, смонтированного изделия, он соответствовал установленным требованиям. Все. Вот если надзор это требование какое-то не установит, а какого же он требования установит, если он не знает всех, вообще-то говоря, а так через 30 лет, как же мы можем не соответствовать? Это ни наша вина, ни отказ. Получается, что это больше техническое несовершенство продукции, нежели отказ. Очень хитрый момент. Кто будет нести материальную ответственность в случае отказа, например, в случае последствий? Ползем дальше. Ну, здесь разбита вот область, область приближения вот к запродельному случаю. Сначала идут вот уставки систем нормальной эксплуатации, ну, скажем, когда нет атаки или что-то, если они не справляются, начинают автоматически, вот, заходим в область уставок уже систем безопасности, ну, в вашем случае информационной безопасности, которая независима от любого человека, он не имеет права ничего трогать в этом случае, он руки опускает и все. 20-30 минут вот эти слоны оживают и вырубают реактор, они останавливают любой ценой. Даже если какой-то вот какой-то элемент в них отказал. То есть оператор не вмешивается, не имеет права по закону. А дальше начинается как раз область вашей деятельности, то есть условия запроектные. В этом случае вообще все интересно. В этом случае наши нормы приписаны. У нас есть понятие специальные средства для таких случаев, а потом в нормах сказано, в законах. Могут быть использованы любые средства, пригодные для применения в этих условиях. У кого пожара, у кого ведро, у кого богор, у кого там все тащи, все, что можно. И нормальная эксплуатация, и безопасность, наваливайся чем-чем можно. Специальной системы, которая предотвратит запроектную аварию, нету. И похоже, что вы в этой ситуации. Как вы здесь поступаете? У вас была та система так, а тут началась атака. Начались, ну, ниже, я скажу, множественные отказы. И более того, страшный случай, который лежит на границе нашего атомного рассмотрения, это злоумышленные отказы. То есть мы запроектные аварии обычно рассматриваем в неконсервативном исполнении, иначе реактор вообще не должен быть построен, но он взорвется в первую минуту, если нафантазировать, что марсиане прилетят там, еще что-нибудь. Ну, вы-то работаете в этой области. Против вас не просто техника отказывает, она злоумышленно отказывает, и по результатам анализа ваших ответных шагов принимается новое злоумышленное решение. Это самый консервативный способ. Это даже сильнее и страшнее, чем мы в атомной энергетике пользуемся из-за проектных аварий. Тут такая должна быть специфика, которую я не найду, аналога в наших нормах. Вот проектные аварии мы рассматриваем консервативно, за проектные нет. Это лучше вообще ничего не строить. Дальше вот красивое слово СУТП. Ну, много интересной информации, я услышал, конечно, про СУТП сегодня. Ну, вообще-то по определению, это система, состоящая из персонала и комплексных средств, там программно-технических средств для автоматизации деятельности и так далее. Так вот, первое, это персонал. Вот хоть один доклад оценивал, вот здесь вот, как создать информационную систему для такого, информационную безопасность, определить такого элемента СУТП, как персонал. А если, например, у вас, вот, например, системный администратор окажется инсайдером и выключит все вот эти вот средства информационной безопасности, где защита от этого? Кто-нибудь из вас создал средство, которое проверяет добропорядочность персонала? А вот некоторые крупнейшие банки на Западе это делают. Какие критерии добропорядочности? Как их формализовать? Ну, извините, это такой же элемент СУТП, чем мы вот занимались сегодня весь день, как и железо, как и программа. Причем, начиная от разработчика еще, от программиста молодого, который с девушкой поругался и взял вот и плюху специальную засунул туда. Ну, что сказать? Я, это, извините, не критика, просто дело новое, развивается. Я просто вот хочу посмотреть, ну, подумать, что следующее увидит здесь, как это все будет развиваться дальше. Вот в атомной энергетике запрещено в системах безопасности, скажем, использовать элементы из системы, для которых надежность не оценена, количественно не оценена. Вот запрещено это. А если будут последствия какие-то, это уголовное наказуемое деяние. Последствия вот использования, ну, негативные последствия использования. Вот как вы оцените надежность ПО, с которым вы работаете? Надежность ПО ваших вот систем информационной безопасности. Нельзя оценить надежность ПО. В принципе, нельзя. Ну, что же это значит? Вот у нас, наш вот этот, я уже говорил, что у нас три организации разрабатывают проект. Генеральный проектант, главный конструктор, конструктор реакционной установки и научный руководитель, независимый. Так вот, главный конструктор поставил вопрос, что в системах безопасности ПО променять программное обеспечение нельзя, ибо по закону надежность его оценить нельзя. Они не могут ответить. Вероятность отказа какая будет у этого оборудования. И вот принято решение, и реализованное в практике, когда вот эти вот шкафы с программно-техническими средствами дополняются старинным железом диверсной системы защиты, где отсутствует программное обеспечение. Чтобы, если вот будет отказ программного обеспечения по общей причине, вот эти дедовские диоды, транзисторы, там, сопротивление с конденсаторами, остановили такие реакторы. А у вас на этот счет что? У вас же тоже программное обеспечение, нельзя оценить его надежность. Как его тогда можно использовать в целях безопасности? Совершенно непонятный случай, конечно. Здесь, по-моему, речь шла про отказы. Вот смотрите, как мы определяем ошибку персонала. Единичные, непреднамеренные, неправильные действия. Ну, там, или пропуск действий и так далее. Ну, вы-то работаете дальше уже, в запроекте. У вас слово «непреднамеренное» пропадает. Получается намеренное. А если еще шаг до конца уж шагнуть, то и не единичное. Вот отказы по общей причине. Это когда в связи с одной причиной возникает несколько отказов. Ну, мы боремся с этим так. Мы вводим, ну, несколько принципов есть. Один из них – это вот физическое, там, скажем, разделение, там, систем, чтобы не было общей причины для отказа. Ну, вы-то работаете на ГЭЗе-4, когда надо использовать любые средства, когда все надо использовать. Как же вы можете разделить? Выходит дело, что у вас все системы должны быть связаны, а как же вы-то будете бороться с отказом по общей причине? Совершенно непонятное решение техническое, какое должно быть здесь. Дальше. А, здесь специфика информационной безопасности. Ну, я предлагаю рисковый подход использовать. Он сейчас считается модным очень. Ну, он здесь уже тоже звучал уже. Это вот вероятность отказов и, ну, вероятность атаки и на риск. Да он, по-моему, уже в стекам принят, вот в этом смысле. Ну, есть тут особенности определенные. Вот если посмотрим вероятность отказов систем нормальной эксплуатации, которые вот держат еще до аварии установку. Оно-то все хорошо, конечно. Ну, вот смотрите, мы к системам нормальной эксплуатации, ну, почти как к бытовым относимся, к каким-то приборам. Особенно, так сказать, к ним требований не предъявляем, в отличие от систем безопасности, которые дублированы, троированы, там, бог знает, что там делается. Ну, хорошо. Вот, например, ну, какая-нибудь станция, вот, ну, уж коли так попали в ситуацию, так сказать, какая-нибудь станция где-нибудь там ровно на Украине. Вот взорви ее, например, взорвает там всю Польшу и Германию точно. Ну, будет, да, на станцию просто так не пройдешь. Это не магазин, куда вот можно заходить. Это могут сделать только организованные структуры, которые обладают достаточно мощным потенциалом и техническим, там, жильцом и так далее. То есть, скажем, ну, мое предположение, государственные структуры. Ну, будет ли Германия, вот, делать что-то, чтобы взорвать эту станцию, когда потом там Германии жить нельзя будет? Да нет, конечно. Ну, неразумно это. Ну, я надеюсь, что немцы это тоже понимают. А что? А вот, например, знаете, вот, например, отключить станцию. Отключить от энергосети. Если отключить там больше, ну, скажем, там, 10% вот этих энергоблоков, сеть рушится. Пропадает электричество во всей Украине. Холодильники встают там, все морозильники, там, я не знаю, там, больницы, все без света. Все, нет света. Так вот, вот такую вещь можно сделать. Просто отключить от сети без аварии с помощью вот этих самых систем нормальной эксплуатации. которые не являются, просто они не являются системой безопасности. Ну, вот их нарушение может привести к таким вот защитным блокировкам, что станция просто отключится от сети. Так выходит дело, что вот эти системы нормальной эксплуатации, а вы опять в этом случае сюда попадаете. Вы попадаете в тот случай, когда злонамеренно можно отключить и обычные бытовые системы. Злонамеренно. И выясняется, что они становятся более опасны, чем системы безопасности. То есть надо самые тяжелые решения стягивать вот в эту бытовуху всю, оснащать там каждый телефон там тремя фаерволами и так далее. Потому что ущерб, ну пусть не ядерный, но что значит не ядерный? Вот летом отключи всю Украину от света. Ну, долго ли они протянут? От электроэнергии, я имею в виду. То есть меняется вся шкала у вас. У вас риски другие. Другая модель вот этих вот разрушений. Не ядерный. Это тоже надо учитывать. Но вот эта другость приводит к тому, что вы даже традиционные бытовые решения должны сопровождать какими-то очень утяжеленными решениями. Чтобы дабы вот их вот отказа не привели вот к последствиям не ядерным. Ну, очень значим. Ну, здесь уже система безопасности. Ну, мы-то боремся здесь вот с отказами в системах безопасности, о которых я уже упомянул. Это с помощью, вот, например, независимости, резервирования, разнообразия, что очень важно. Вот, например, возьмем принцип разнообразия. Считается, что если две системы построены разнообразных средствах, на разнообразных физметодах, разнообразными заводами, а это должно быть выполнено для систем безопасности, то вот это вот спасает нас от многих, так сказать, отказов по общей причине. Да, но у вас-то опять все с ног на голову. Вводя разнообразие, вы увеличиваете число точек входа для нарушителя, для злонамеренного разрушения системы. Ну, у вас было то два комплекта одинаковых, а теперь разных. Число точек входа увеличилось. Ну, какое же это-то соблюдение безопасности? Это нарушение прямой безопасности. А у нас-то это обязательно разнообразие, без этого вас никто не пропустит на станцию. Такая вот петрушка. Куда мы заехали-то? Ну, вот про человеческий фактор. Вот кто-нибудь может пояснить, если вы используете, у вас все-таки автоматизированные системы информационной безопасности, есть ли у вас угроза внутри системы, или она была заложена как недекларируемая возможность каким-то производителям. Как вы с ней будете бороться? Как вы ее будете, если она может отключить ваши защитные функции? Ну, тот же СИС-админ, например. Вот, насколько я понимаю, как не специалист. Ну, может ли Господь создать, всемогущий Господь создать такой камень, всемогущий, который он поднять не сможет? Тут как ни крути, а ответа нет. Похоже, что вот решение лежит вне вас, вот, вне ваших, вот, вне применяемых вами технологий, техника, решений технических, реанимационных. Я думаю, что оно ближе к области физзащиты. То есть это... Или оно должно быть моделировано на вашем уровне, на уровне ПТК различных, вот эти решения физзащиты. Ну, а как можно моделировать, например, там, физическое воздействие на злоумышленника? Это что, ток 220 на стул подключать? Он сел, 220 шарахнул, он свалился. Или как? Ну, я не вижу решения, вот, с помощью предлагаемых, предложенных вами, мер. Вот это вопрос, если его решать изнутри. Так, уровень ГС4. Ну, вот, где мы оказались. Вот, по моему мнению, вы на этом уровне работаете. Это множественные отказы. Множественные отказы, как объекты управления. Множественные отказы, как к самого АСУТП. Ну, простите, а кто вам сказал, что вы будете, ваша система будет стоять как кол? Ее в этом случае также надо рассматривать с множественными отказами. Александр Сельевич, у вас еще много? Закончим. Здесь начинает работать понятие живучесть. Очень, очень своеобразное понятие это ненадежность. Требуется испытание на живучесть. Вы должны доказать при этих испытаниях, что если установка АСУТП умирает, то ваша система не умрет раньше, чем сама установка умрет, чем необходимость вашей системы отпадет. Вот такие испытания нужны. Дополнительные. Вот пример, где вы работаете. Вот это вот системы нормальной эксплуатации, это из-за автомат фотографии. А вот там вы работаете. Вот смотрите, какой объем информации нужно. Это отец этого футболиста или хоккеиста Буре, он их в коме, он выложил эти фотографии в интернет, а я просто перекопировал. Да, потом он выздоровел. Это мой американский госпиталь какой-то. Ну, разница в объеме и содержании контроля видна же. Это совсем не АСУТП. Это на порядке увеличенный объем контроля и содержания какого-то иного, чтобы поддерживать систему. Сейчас заканчу. Да, ну вот здесь это про живучесть еще раз. И более того, вот если здесь вот о чем. Если вы сделали систему нормальной эксплуатации, которая вот как там СОП там или там диод какой-нибудь тот же, то вот на четвертом уровне ГЭЗа, когда эта система имеет право в силу нескольких отказов сама уйти в отказ, то в функции диагностики работоспособности ее по нашим нормам не может отказать. То есть лицо, принимающее решение, должно знать, эта система работает или она в отказе. А потом уже смотреть, если не в отказе, то значит, что она показывает. Получается, что даже вот эта бытовуха вот ваша вот эта вот если по нашим нормам смотреть. Ее по колено можно разбить, но функция диагностики в этой бытовухе обычно считается, что это самая такая, ну диагностика работоспособности, ну прозвонил провода. так вот она выясняется, что она в этом случае должна работать и вы должны подтвердить на испытаниях, что она работает. Все, до вывода добрались. Итак, значит, предлагается уделить внимание в своих вот проектных работах принципу глубокой эшелонированной защиты. Он опробован в атомной энергетике. Это очень интересная надежная штука. Среди вот всех этапов последовательных созданий оборудования этап проектирования и изготовления, он по сути дела определяющий. На этом этапе закладывается весь потенциал информационной безопасности. То есть это особый этап, должны быть к нему особые требования не только к разработанным средствам информационной безопасности какого они класса, а вот к этому этапу отдельно. Еще хитрость в том, что этап проектирования средств информационной безопасности не заканчивается продажей его потребителю и установкой на объекте. Потому что в силу появления новых угроз, а это априори они должны появиться, новые угрозы, и проектирование должно быть продолжено в течение всего жизненного цикла вот этого самого средства информационной безопасности. Проектные работы должны быть продолжены. вот такая особость вот этих цифровых технологий. Так, ну, здесь про независимость системы информационной безопасности на первом и втором уровне ГЭЗа, и про непонятки на четвертом уровне, когда она и должна работать, когда пошли атаки, приводящие к отказам, когда система сдает, когда умирает уже реактор сам, она ассистирует этот процесс вашей системы. Я не знаю решения. Наверное, сама жизнь потом проведет, выведет на эти решения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok